27 марта день войск национальной гвардии. Ведомство празднует два года своего существования. Однако создана Росгвардия была на базе внутренних войск, которые имеют 200-летнюю историю. Сегодня бойцы Росгвардии выполняют сложнейшие задачи. Борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованными преступными группами, а также охраняют важные государственные объекты и обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях. Многие бойцы в этот день на службе. Репортаж Андрея Ивлева. Их секрет выживания не искать легких путей. В густом заснеженном лесу экипированным разведчикам Росгвардии проще оставаться незамеченными. Учебный полевой выход на лыжах – начало масштабной тренировки. По задумке учений, спецназ Росгвардии вышел на след вооруженных бандитов. Схватка с противником, хоть и условно, требует реальных навыков. Должны готовы быть всегда внезапности, так как в любой момент могут напасть. Конспирация – важные условия профессиональной работы. Любая такая тренировка максимально приближена к реальности. Противник должен быть обезврежен. Других задач не бывает. Один из самых зрелищных этапов учения – бойцы Росгвардии пытаются уничтожить предполагаемых боевиков. Они находятся вот в этом доме. Штурм во время учения – это всегда импровизация, которой должны быть готовы бойцы Росгвардии. После того, как база открытена, разведчики начинают штурм. Всё занимает несколько секунд. Конечно, сложнее всё-таки тем, кто штурмовал, и тем, кто там был в роли террориста. Наверное, террористам в итоге. Ну, мы победили. Они нет. Они нет. Спецназ и разведка – элита Росгвардии. Они всегда на чеку. Бойцы ликвидируют незаконные вооружённые формирования, ведут борьбу с терроризмом, освобождают заложников, пресекают массовые беспорядки. Легендарный краповый берет для них, как и прежде, символ доблести и чести. Служу Российской Федерации и спецназу! 27 марта войска Национальной гвардии России отмечают 207-ю годовщину. Новая структура объединила в себе все спецподразделения – СОБР, ОМОН, спецназ, отдельные разведывательные отряды. При этом сохранила преемственность и традиции. Вся история спецподразделений на выставке в Госдуме. Большая часть экспонатов – личные вещи, элементы формы одежды разных периодов времени. Уникальные фотографии. Современная история Росгвардии – это ежедневная служба со своими трудностями и победами. В любое время и в любой точке нашей страны личный состав войск выступает надежным щитом от внутренних угроз, оставаясь в до конца верном присяге, к сожалению, нередко порой ценой собственной жизни. В день войск Национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов вручил награды журналистам, руководителям и представителям СМИ, тем, кто регулярно освещает деятельность ведомства. Среди награжденных и наши коллеги из правовой редакции, получившие медали за содействие. Павел Брыкин, к примеру, не раз бывал с бойцами на передовой. Военнослужащим и сотрудникам Федеральной службы, отличившимся при выполнении служебного долга, особое внимание они получили государственные и ведомственные награды. И слова благодарности от президента. За прошлый год личный состав Росгвардии успешно обеспечил порядок при проведении 50 тысяч массовых культурных и спортивных мероприятий. Быть сильными на земле, в воде и в небе – задача вполне выполнимая, но надо работать, расслабляться нельзя. Огонь!